всем привет у нас тут разведка боем небольшая выехали посмотреть места где можно подкосить ну начинать помаленьку косить травку для плюш и слады не сейчас попозже немного кое-где уже подросла возле лесочков какие-то промоины небольшие можно найти травка уже наросла земляника цветет уже вовсю ягодка будет в этом году если конечно раньше вся не сгорит такая сушь стоит уже третий день наверное у нас выше 30 конечно с одной стороны хорошо жарко приятно после такой холодной весны ветерок еще обдувает но это очень плохо конечно для травы нет дождей пока ждем все цветет и пахнет очень красиво конечно приехали домой вчера сереже кстати лорду сделал импровизированный такой навес чтобы был тенечек но он все равно там не сидит прямо на самой жаре ляжет время вечер дойка жара невыносимая сара еще душно все насквозь открыто но протягивать но очень-очень мало наверное это еще не самый пик где-то ближайшие два дня там будет уже наверное до 40 ну 36 точно будет я думаю у нас будет жарче сил уже нет никаких что-то поделаешь утром выйдешь и вечером днем как-то лучше дома посидеть чем-нибудь заняться в прохладе потому что на улице просто пекло обидно будет если на огороде все сгорит помидоры закрыли листьями клена но не знаю а может им это особо или нет какие-то они прям совсем хиленькие коровы тоже все страдают вот смотрите герда как дышит да и все так кто с пастбища приходит клюши тяжело вторую ночь ходим смотрим уже должна вот вот эти лица кстати наша первая корова из всех кто у нас перехаживает по срокам мы вот ждем от нее бычка все остальные тела принесли отелились раньше может плюшка бычка принесет сейчас девочки сейчас подоимся станет чуть прохладно вечером ночью отдохнете время ранее утро девяти утра нет уже жара стоит серёжа он ковыряется с колесом кто обратил внимание на роликах заметил наверно прицеп у нас стоит во дворе вот один очень хороший человек дал нам попользоваться его надо немного починить колеса вот серёжа сейчас перебортовывает проколото колесо прицепное сделать на нашу машину мы будем на нем траву возить когда косить вот кузова мало хочется за раз побольше прицепом конечно намного удобнее серёжа уже назад ставит починил кстати ребята в прошлом ролике я вас обманула это не медуница это чистотел чё к чему мне на ум пришла медуница но это чистотел у нас здесь растет серёжа мне потом втык дал что я людей в заблуждение вожу все равно кое-где у помидорок обгоревшие листья видно но ничего главное у них верхушечка целая корни целые все нарастет дальше конечно тяжело им тяжело жару переживать вот эти листья уже засохли от клёна который тенечек создавали все равно кое-где прикрывают на грядке у меня все взошло и морковка и свекла чеснок он уже колосится горох вылез лучок все все пошло в рост птички поют курицы кудахчут петухи орут обычное утро лорд в танкисты записался ты чё там вырвал себе ямище посмотрите кого огромную не хочет он в тени ему надо чтобы внизу было холодно он роет себе ямут вот поэтому здесь и гора вот этого всего вроде прибираешься он себе все поперероет весь мусор порастаскает как танкист торчит голова старая клубничка у меня цветет на этой грядочке а новая не хочет странно я вообще-то в этом году от нее ягодки ожидала нет вот получается когда прошлом летом я посадила и в этом году она не собирается цвести огород мы весь досадили до конца он политые луночки видите арбузы дыни подальше друг от друга пусть листву раскидывают тыкву немножко здесь посадили на другом огороде тыквы засадили в общем много тыквы будет я надеюсь в этом году все у меня осталось только капуста не высажены и все и для нее место вот здесь оставила рядом недалеко от помидорок в общем буквально через сколько два-три дня наверно уже ее посажу качаешь колесо так ребята сейчас я покажу вам кое-что интересное наши дробилки целая история вот это сверху который корпус валяется это фермер который мы покупали изначально он проработал четыре месяца у нас двигатель сгорел вот ниже стоит вихать после него мы купили вихать на 350 он проработал у нас почти полтора года но эта дробилка и сейчас работает у нее все внутренности живы но на днях случилась неприятность у нее развалился корпус внизу вот такая беда приключилась вот я перевернула ее то есть она работает она рабочая слава богу не сгорела ничего но вот с корпусом беда несколько дней сережа ходил ходил марковал думал как это исправить потому что по сути двигатель работает все есть решетки ножи как бы все все в рабочем состоянии с корпусом вот такая ситуация в итоге сейчас я покажу вам что у нас получилось взял он старую дробилку новую дробилку еще всякие штуки интересные подоставал и слепил нам новую дробилку с двигателем от вихря по сути с первого взгляда можно подумать что достаточно было внизу заменить вот этот лист но посмотрев все это дело поближе сережа решил что это практически невозможно и не имеет никакого смысла потому что порвало не только здесь ой вот где-то там в общем все клепки по отлетали что-то там разорвало все завернула я в этом ничего не понимаю то есть это нужно было точечная сварка у нас такой нет вот поэтому пришлось городить новый корпус вот такое устройство получилось сережа пока занят я попробую рассказать корпус взят от насосной станции он у нас валялся где-то вот вот это корпус ну то есть куда зерно засыпается к нему приварена труба что-то тут на болтах эта труба приварена к листу железа все это прикреплено кухонной столешнице вырезано двигатель от вихря вот он тоже прикручен к этому листу железо вот она кнопка идет вот сюда кнопка включения то есть все собрано на коленке как бы просто и работает а внизу сейчас переверну покажу а внизу вот она решетка внутри ножи то есть все какой обычной дробилки сережа пришел сейчас покажет вам как она работает у нас такая система очередная вечерняя дойка знаете как-то вот кондиционер в сарае мне уже не кажется такой уж сумасшедшей идеей почему бы и нет я думаю если его поставить в сарае коровы домой будут бежать самые первые галопом просто только выгнать их отсюда будет нереально следующий день у нас все тоже жара нарастает пуговка не дерись уйди посмотрела в тени 33 на солнце я думаю под 40 завтра завтра у нас самый пик жары по прогнозу будет потом найдет пойдет чуть-чуть на понижение давно свет ванна проходила где-то там что-то бежать вода начала вот сережа сейчас ремонтирует мира ты чё за голову укусил ты видела тебя за голову укусила ты чё дурочка не дают ничего делать крутятся вокруг здесь же вода ну вылили остатки вот они в этой луже готовы залезть в эту грязь по уши жарко сарае духота не хотим оставлять а здесь хотя бы возле заборов там возле гаража тенечек они вот когда им сильно жарко они туда идут ложатся там отдыхают не лезь не мешай пуговка уходи что ты делаешь чем-то тебя за спину попробовать то вкус все калинушка завалилась тенечек жарко до калин жарко ничего не говори невозможно на улице находиться вообще но дела не ждут все сережа поставил заплатку воду включили сейчас проверим посмотрим бежит или нет лорд своем бункере не выходит практически оттуда в яме полежал вот потом уже вот сюда перебрался под навес воде сплюши по-быстрому накидали импровизированный навес ветками но они там лежат отдыхают когда совсем жарко нижнюю часть они все съели естественно так вроде жену неплохо себя чувствует жарко конечно всем жарко но не сказала бы что они прям как загнанные лошади вот если совсем жарко то вот в уголочек ложатся коровам на пастбище еще хуже наши вечером приходят вообще не хошит как будто реально на них скакали так дышат все как это под ручьем с них льется луч и слюни и сопли все но надо пережить просто эту жару водные процедуры всем купаться все оставим а что не нравится вот здесь под яблоньками под березками хорошо сережа сегодня весь день с прицепом возится не весь день несколько часов вот прицепное там делает что-то пилит болгарками варить ничего не понятно но сказал скоро все будет готово слежа спилил вот от этого столба верхушку видите вон они разные этот высокий вот этот короткий потому что понадобилась именно вот такая железка для прицепного вот мы металлокопщики когда не надо они везде валяются во всех углах идешь даешь а когда надо ничего не найдешь пришлось от столба отпиливать люшенька это тенек не надо его есть опять где-то рог поцарапала я виделась у него не кровь заколебала этот рог когда у нее уже перестанет царапаться вроде уже две недели пройдет три недели все уже зажило раз нет подковырнет месяцами теперь это будет наверное сегодня уже три дня как плюша должна была отелиться ждет видимо когда будет плюс 45 ну чтобы уж нам не было скучно да плюшка минус 35 отелы были вот теперь будут плюс 35 сегодня утром когда молоко сдавали я думала что у нас там банка молока в холодильнике стоит была почему-то уверена и как-то все слила сдала потом захожу в холодильнике фиг а не молока и как назло именно сейчас мне так захотелось тюбки с холодным прям молоком или просто ледяного молока попить хожу мучусь теперь вот так вот столько коров мы без молока следующий раз надо проверять заранее почему-то мне так в память врезалась что там банка стоит с молоком в холодильнике а вон ты чё удумал я думал как-то на эту трубу бушкой пить прикольно приварить надо будет дальше кусок а куда встанет вот этот шар от прицепного ну ладно думай что-нибудь и получится пока серёжа на улице и делами занимаются я сегодня сыр варила это для нас партия очень уж быстро съедаем мы свой сыр три головочки сделала небольшие ну вот это можно сказать такие болванки в первый день они вот так вот выглядят они потом конечно будут прессоваться возревать лежать поменяют цвет форму станут поменьше в первый день вот так сейчас я буду их солить солить сегодня буду в 20 процентном рассоле вот просто в такой чашке на 2 литра воды 400 грамм соли мне нужно я вот уже отмерила раньше я солила сухим способом то есть просто наносила соль вручную на головке сыра но последнее время что-то глазомер мой начал меня подводить и я решила перейти все-таки кроссовую это более точный такой способ соления чтобы избежать вообще минимизировать брак так сказать потому что недостаточно даже чуть-чуть недосоленый сыр это уже выбраковка это только себе мы такое оставляем сейчас будем взвешивать головки сыра каждую головку то есть солю получается из расчета 6 часов на 1 килограмм сыра так взвешиваем 500 грамм на полкило значит так отправляем в рассол пока плавой я посчитаю а хотя чё считать полкило это три часа так понятно 450 но это чуть поменьше так ты у меня будешь справа последнее 500 450 и 340 но тебя я сейчас посчитаю работу без перчаток потому что это наш сыр мы его делаем для себя и так что у меня вышло вот эта головка у меня самая большая она будет три часа солится вот это чуть-чуть поменьше 2 часа 45 минут и вот эта самая маленькая ровно два часа сейчас засеку время пусть они тут плавают потом после рассола хорошо их обмою и все они будут у меня лежать прессоваться вызревать полили огород такое ощущение как будто ты находишься не на улице а в бане прям горячий горячий воздух если вечером обычно когда поливаешь ну что под прохладу уже да чтобы вода осталась на ночь то тут ждать нечего воздух все равно не остынет поэтому вот поливаем в такую жару чтобы хоть что-то какая-то вода все равно попала пришли коровки драка за воду что-то мырвешь все все хотят ужасно пить переговаривайтесь так давайте пейте драться будете потом как дышит тяжело злато не впускают герду ни в какую будут стоять до последнего герда ну попробуй протиснуться ну или жди жди пока напьются отойдут молоко сбавили девчонки за жары такой конечно климат не для них не климат смысле а такая жара тяжело переносится коровам герда не лопни пожалуйста аж задыхается как пьет на этом на сегодня все мы будем с коровами спариться в сарае пока не закончится дойка пишите комментарии подписывайтесь на наши каналы на дзене на ютюбе на ярусе дышать тяжело не могу всем пока пока а Субтитры создавал DimaTorzok